Привет! В этом видео мы рассмотрим интересные возможности ChannelBox, как мы можем трансформировать объекты, кроме того, что мы двигаем их манипулятором в сторону, или мы можем написать в Translate, что мы хотим подвинуть на 3,2 единицы, а если мы хотим подвинуть еще на 3,2, если мы опять напишем 3,2, то так все и остается. Конечно, мы можем добавлять, писать здесь 6,4, но так каждый раз придется просчитывать, сколько же это. А, например, если мы вначале пододвинули на 3, точнее на 1,254, и нам нужно еще раз подвинуть на столько же, то это уже будет немножечко сложнее посчитать. И в ChannelBox мы можем использовать интересные функции, мы просто пишем умножить равно 2. И то значение, которое у нас было до этого, оно умножилось на 2, и мы видим 2,508. Также мы можем писать разделить на 2, например. Разделить равно на 2. И это значение уменьшилось. Также мы можем писать плюс равно и добавить к этому, например, 5 единиц. И у нас красивенько сдвинулось именно на 5 единиц. Ну и точно так же работает минус равно, и 5 единиц мы вернулись опять на то же. Так вот, мы можем вписывать плюс равно это в каждый из каналов. Rotate, Scale и так далее. Давайте посмотрим, что еще мы можем здесь сделать. Кроме того, что мы можем вписывать значения, мы можем писать небольшие выражения сюда. И для этого давайте сделаем дубликат этого объекта. Кстати, если вы просто нажмете дубликат, то создастся дубликат, и ничего с ним дальше не произойдет, если вы дальше будете нажимать Ctrl-D, Ctrl-D. Но если вы создадите дубликат, нажали Ctrl-D, потом сдвинули на сколько-то объект и нажимаете Shift-D, то дубликаты копируются каждый раз с такой же одинаковой частотой, да? Или с таким же расстоянием, с которым вы сдвинули его первую копию. Давайте оставим все эти копии, пусть у нас их будет 8, да? И теперь мы скажем, что мы хотим их как-то по-другому разместить. Они разместились у нас в районе, точнее в оси Translate-D и в районе до 14, точнее 17 единиц. До 17 сдвинулись. Но мы хотим их, допустим, до 20 единиц разместить, но тоже равномерно. Это тоже мы можем здесь легко делать. Для этого нам нужно кликнуть мышкой на нужный нам канал, потом нажать Alt, да, или Alt, и правую кнопку мышки. И здесь написать, если мы хотим линейно их разместить, да, с одинаковым расстоянием, тогда мы пишем L и пишем, открываем скобку и пишем сколько, например, 20 до 20 единицы максимум мы хотим разместить. И закрываем скобку, и нажимаем Enter, и они у нас разместились ровно от 0 до 20 единицы. Это мы можем видеть по последнему регулятору, да, а так он стоит на 0. Но также, кроме всего этого, мы можем взять, кликнуть точно так же Alt, правая кнопка мышки, и сказать, что мы хотим линейно, да, но все это мы хотим разместить от 10 единицы, да, от 10 до 20. Поэтому вписываем 10,20, нажимаем Enter, и все эти объекты разместились у нас так же. Теперь мы можем так же, давайте немножко вернем то, что у нас было до этого, например, просто до 20. Они хотя бы не склеивались. И посмотрим, что еще можно сделать. Кроме того, что мы можем их поворачивать, да, точнее вращать и поворачивать линейно. Давайте, кстати, их повернем линейно, посмотрим, как это все будет выглядеть. Например, в Rotate Y, да, мы точно так же кликаем на него, левая кнопка мышки, потом Alt и правая кнопка мышки. И здесь пишем линейно. И уже градусы. Например, мы хотим, ну, 180 градусов. Нажимаем Enter, и видим, что первый повернут на 0 и так далее, плавно до последнего, который повернут на 180. Но если мы не хотим их плавно поворачивать, а мы хотим, чтобы они все были каким-то случайным образом повернуты, конечно, мы это тоже можем сделать, и для этого кликаем, да, выделяем канал, потом Alt, правая кнопка мышки, и пишем R буквы, не линейно, а random, случайно. И здесь задаем вращение. Например, 180 градусов, но мы скажем, что не от 0, а, например, самое маленькое вращение у нас будет 15 градусов, а большое вращение у нас будет 180. Закрываем скобку, нажимаем Enter, и получаем случайные вращения в том диапазоне, которое мы задали. Некоторые не дошли до 180, но это реально случайность, и все, он может дойти до 180. Мы говорили, что это будет максимум, но не обязательно, что кто-то дойдет, поэтому мы видим, как выглядят эти регуляторы. Теперь и то же самое, случайное размещение, оно сработает и здесь. Например, мы скажем, что Translate Y, мы хотим выделить по Translate Y. Опять Alt, правая кнопка мышки, и говорим случайным образом, да, мы теперь будем их размещать. И пусть будет от 0 и до 5, например, потому что Translate достаточно большой будет. И вот случайным образом они у нас поднялись и так разместились. Давайте отменим эту операцию и посмотрим, если бы они у нас были сгруппированы по 2, например, вот так. И давайте вот эти еще 3. Здесь, значит, маленькие расстояния между ними, а между, как бы, группами, да, между отдельными маленькие расстояния, между группами большие расстояния. И мы хотим увеличить это, допустим, нам нужно. Мы, конечно, можем взять это все, сгруппировать вместе и нажать Ctrl G, да, и потом пытаться это как-то увеличивать. Но когда мы будем это увеличивать, сами выключатели будут увеличиваться у нас в размере, поэтому это я отменю. Мы хотим увеличить это расстояние, но сохраняя пропорции вот этого сдвига. И в этом нам поможет еще одно интересное выражение, потому что... Давайте опять возьмем Translate Z. Уберем вращение пока что, чтобы мы видели, что они так развернуты. Ну вот, и теперь в Translate Z мы до этого с вами прописывали линейно, да, если мы их размещали или плюс, но также мы можем писать проценты. И мы пишем плюс, равно, и давайте к этому всему, скажем, 30%. И когда я нажму Enter, посмотрите, как они все сдвинутся. Что произойдет? Видите? Их расположение осталось. Да, они остались группами, но эти сдвиги увеличились на 30% относительно больших сдвигов и относительно маленьких. Осталась пропорция сдвига неизменной. Она везде увеличилась на 30%. Но сами регуляторы на 30% не увеличились. Просто сдвиги. Да, еще раз давайте. Плюс, равно, 20%. И опять, они все сдвинулись. И вот так мы можем размещать объекты, да, передвигать их процентально относительно того, как каждый из них сдвинут. Вот. Похожие операции можно выполнять здесь сверху, да, но они не выполняются так красиво, как здесь. Например, если мы хотим, да, по умолчанию вот эти три окошка, если вдруг они у вас не видны, то нужно нажать на такую стрелочку с треугольником. Они будут видны тогда, и если левой кнопкой нажмем, то мы видим, что это абсолют трансформ. Это абсолют трансформ, это обычный режим чаннелбокса, да. Если мы скажем, что здесь по игреку они на 2 единицы вверх, все. Это по игреку на 2 единицы вверх. И все. Если мы хотим опять написать 2 единицы еще раз, ну, это не пишется, и остается 2 единицы. Если мы хотим, чтобы это прибавлялось, тогда мы должны пойти relative трансформ, и тогда относительный трансформ. И здесь мы пишем, допустим, еще 2 единицы, потом пишем 3 единицы, и вот так это все будет подниматься. Но это поднимает все вместе, и только транслейты, видите. Давайте вернемся на абсолют, скажем, что здесь 0, и посмотрим, что у нас еще здесь есть. Следующее у нас здесь есть rename, если мы хотим переименовать эти объекты, или select by name, если мы хотим выделить по имени. Например, опять же, нам нужно выделить эти регуляторы, мы можем написать rec, да, и нажать, написать звездочку, нажать enter, и все, что начинается с rec букв выделится. Но это к трансформам не относится, а мы сейчас смотрим трансформы. Вот, что еще мы можем делать, давайте отметим один из регуляторов, придем сюда, и посмотрим. Если мы нажимаем на кнопку, точнее на канал, давайте на Rotate Y, например, и здесь мы можем поставить ключ. И когда мы ставим ключ, да, мы сейчас не будем создавать анимацию, но просто когда мы поставили ключ, все, на этом канале мы видим, что загорелось, да, красный прямоугольник. И мы создали какую-то связь, да, этого канала с анимационной кривой. И если мы хотим убрать эту всю анимацию, мы, конечно, можем идти стирать ключи, но быстренько и просто, да, давайте я покажу, что появилась анимационная кривая. Отменим это. И пойдем в display, и duck object only, да, в outliner, и мы снимем птичку, появится много больше объектов. И когда я поставлю здесь ключ, смотрите, здесь появится анимационная кривая. Key selected, вот, и у нас появляется регулятор Rotate Y, анимационная кривая. Так вот, мы выделяем, идем сюда, делаем break connection, да, break, разорвать связь, и эта анимационная кривая пропадает, стирается. Ее нету. Вот, но здесь мы можем только в channelbox создавать ключи, да, а мы можем немножко больше все-таки создавать для анимации, да, если нам нужно что-то анимировать через attribute editor. Вот, и в attribute editor мы заходим во вторую, точнее, в первую закладку transform, да, потому что вторая закладка shape, а первая transform. И здесь у нас есть все те же каналы, x, y, z, везде, где три окошка, это x, y, z, чаще всего, или rgb, если это что-то относится к текстурам. Ну, так вот, здесь у нас x, y, z, и здесь мы можем кликнуть правой кнопкой мышки, да, и у нас опять есть set key, поставить ключ, но здесь же есть еще и create new expression. Мы можем нажать и создать новый expression, который будет управлять этим объектом. Например, мы хотим, чтобы он вращался туда-сюда, да, мы напишем, нажимаем create new expression, открывается окно, в котором уже сразу выбран наш объект, уже нам подсказывается вот строчка, что это регулятор 0.1, rotate x, копируем это название, вставляем сюда. Я не буду много писать expression или объяснять, что они делают, но я напишу, чтобы вращение было по синусу, изменяемая единица будет frame здесь, и все, точка запятой. И так, ну да, и так оставим, нажимаем create, и все, у нас создался expression. Теперь, если мы включим, давайте, time slider, покажем, чтобы он был, вот, и теперь у нас есть какое-то вращение, небольшое туда-сюда, шатается, да, этот объект, и все. Но, у нас есть expression, мы бы хотели, чтобы это вращение было, а не шатание по сторонам, поэтому правой кнопкой кликаем, edit expression, да, и вместо rotate x мы говорим, что это должно было быть в rotate y, и чуть-чуть увеличим амплитуду, скажем, умножить на 20 градусов. Edit, close, и все. И у нас вот теперь он вращается. Да, и так через attribute editor мы создали какой-то, ну, transform. Опять же, точно так же работает здесь, если кликнем на канал, можем сделать, давайте посмотрим, точнее, здесь в channel box'е можем сделать break connection, и у нас этот expression пропадет, видите, он разорвался, и теперь, когда я нажимаю, воспроизведение не воспроизводится, но давайте вернемся еще раз сюда. И мы могли здесь создать expression так, да, create new expression, но мы также можем создавать expression прямо в этом окошке, как и в channel box'е мы можем написать здесь, равно чему-то, да, например, опять же, вернемся сюда, sinus, скажем, что он будет по фрейму, это было слишком быстро, разделим тогда, давайте, на 20, например, чтобы в 20 раз медленнее, и мы умножали это все, амплитуду мы умножали на, ну, например, на 30 умножим. Все, вот такой expression мы сюда написали, нажимаем enter, и expression опять создался, он есть, его сейчас не видно здесь, но мы можем нажать edit expression, и вот он, вот все, что нам нужно было написать здесь. И этот expression, давайте закроем, нажмем воспроизведение, мы видим, что он работает, туда-сюда он будет плавно вращать этот регулятор. Ну вот, вот так мы можем создавать трансформы, или перемещать, трансформировать, или создавать какую-то автоматическую анимацию через channel box и через атрибут-эдитор. Если вам понравилось, нажимайте лайк, подписывайтесь, а также приглашаю вас на свой курс CG Generalist, это 9-месячный курс, на котором я вам объясняю все о мая, о том, как в ней работать, как моделировать, текстурировать, создавать анимации, риггинг и многое-многое другое. Помогаю с заданиями, отвечаю на ваши вопросы, проверяю ваши работы, и мы встречаемся онлайн и общаемся каждый день по телеграмму и другим средствам связи. Все, всем хорошей, интересной учебы и счастливо!